На что способны алтайские модельеры и дизайнеры и как вообще в край продвигаются дела в индустрии моды, особенно на фоне того, что уже как год назад зарубежные бренды покинули российский рынок. И повод поговорить об этом есть. 7 по 9 апреля в Барнауле пройдет Алтай Fashion Week или Алтайская неделя моды. Сегодня об этом и не только побеседуем с ее организаторами Маргаритой Пикалиной и Викторией Труевцевой. Здравствуйте. Здравствуйте. Первый вопрос сразу же о мероприятии. Алтайская неделя моды звучит достаточно громко. С учетом того, что в прошлом году вы приходили и рассказывали об этом мероприятии, оно проходило один день, то теперь, наверное, не случайно оно звучит громко, название. Теперь это у нас три дня. Что такого интересного ждет жителей Барнаула? Да, на самом деле в прошлом году это был один день, было много участников, было немножко сложновато. В этом году мы приближаемся к слову Вик, неделя, старательно. Что интересного нас ждет? Во-первых, мы разделили на три дня неспроста. У нас 7 числа нас ожидает пресс-конференция участников, таких как дизайнеры, стилисты. Это именно будет в формате интервью, общения. Следующий день это 8 апреля. Откроем мы само мероприятие маркетом, где люди, все желающие могут прийти, ознакомиться с представленным материалом. Бренды будут выставлять свои вещи, можно прийти, посмотреть, купить, либо же тебе что-то заприметить и вернуться уже в магазин. И 8 числа у нас стартует конкурс дизайнеров. Это массовое такое мероприятие. Около 10 участников, в том числе и с регионов даже к нам дизайнеры приедут. Планируем также конкурс дизайнеров сделать ежегодным, как действительно в рамках недели моды. Вечером ожидают фэшн-показы. Это уже программа со спикерами, где люди могут прийти, посмотреть модные показы, послушать спикеров, ознакомиться в принципе со всей индустрией моды, познакомиться с другими участниками, стилистами, визажистами, блогерами. 9 числа у нас стартует также маркет и неделя моды детская. Мы ее решили прям отдельно выделить, потому что все-таки это отдельный прям сегмент рынка такой. Ну и вечером уже по обычаю это вечерние показы мод. У зрителей, кто не слишком погружен в индустрию моды, говоря об алтайской моде, возможно сложится впечатление, что нам нечего показать. Ведь Алтайский край скорее любительская история, я имею в виду пошив. Что на самом деле? У нас действительно есть что показать? Действительно есть какие-то крупные бренды? Да, конечно. У нас достаточно крупные бренды и дизайнеры, которые работают не только на Алтайский край, на Барнаул, они отшивают коллекции и отправляют по всей России, некоторые даже отправляют за рубеж, я вам больше скажу. То есть это у нас достаточно такое обширное производство. За последний год мы видели, как с рынка уходили крупные мировые бренды, у нас пропадала фурнитура, у нас дорожала фурнитура и ткани. И что вот, как эти события повлияли на пошив в Алтайском крае, пошив одежды в Алтайском крае? Стало ли больше производителей или наоборот меньше? Мы наблюдаем, работаем с дизайнерами и с брендами и видим, что брендов становится больше, наоборот, ниша освободилась и ее нужно занимать. И как раз, кто бы ни говорил, что тяжелые времена, но в тяжелые времена появляются новые имена. Вот, и поэтому становится дизайнеров и брендов много, они находят другие рынки по тканям, фурнитурам и так далее. И наоборот, им сложнее привозить какие-то вещи, чем легче отшить здесь, в России, либо в Алтайском крае, либо еще где-то, чем заказывать уже через другие страны. А по качеству это как-то уступает наше производство? Я считаю, что нет, не уступает. Сами производители, они, конечно, следят за качеством. Если ты не следишь за качеством, то к тебе не вернется покупатель. Поэтому они очень все контролируют. Ну да, и в рамках конкуренции все-таки, да, они стараются, цена и качество, чтобы были наравне. Да, да. То есть потому что если качество будет хромать, но они пойдут к другим. Я понимаю, что те, кто работают в индустрии моды, в частности дизайнеры, модельеры, люди, которые создают уникальные вещи, но тем не менее это люди, которые работают в одном регионе, в одном климате, что немаловажно для одежды. Так вот вопрос, с чем связан. Сложилась ли какая-то тенденция общая для всех дизайнеров? Может быть, какие-то материалы используются, либо какие-то расцветки общие для всего Алтайского края? Конечно, наши дизайнеры учитывают тот регион, где они живут. Много дизайнеров вдохновляются природой Алтайского края, то есть прям заметно в их коллекциях и в их информации, да, в их ДНК коллекции то, что они живут на Алтае. Плюс дизайнеры и бренды очень стараются отвечать запросам клиентов в плане там морозов, да, то есть особенно на зимней коллекции это обязательно какие-то флисовые костюмы, обязательно должны быть теплые вещи, пуховики. И цвета, конечно, они добавляют краски, но стараются и соблюдать какие-то стандартные расцветки, чтобы всем было комфортно приобретать их товар. Ну вот давайте, может быть, поговорим конкретно о каких-то цветах или тенденциях. Вот конкретно, что чаще всего использует алтайский производитель? Может быть, какой-то цвет, либо какой-то фасон? Ну, мне кажется, у всех по-разному. У кого-то используют черные, серые цвета в одежде, да, а кто-то наоборот, яркий, розовый, зеленый. Кто-то яркий, да, фуксия, красный, зеленый, полоску, кстати, вот, да, многие используют. Сейчас очень модные были, мне кажется, вот это зимой, такие вот джемпера, какие-то кардиганы, чтобы они были не просто одноцветные, с какими-то рисунками, надписями, принтом. И у нас это тоже дизайнеры использовали. И как раз использовали это с мотивами алтайского края. Но у нас все-таки кожа сейчас тоже стоит на пике мировой моды, и наши дизайнеры также используют в наших коллекциях. Это вот стопроцентная информация, которую можно будет, кстати, коллекцию видеть на Алтай Fashion Week в этом сезоне. То есть, учитывая климат наш, алтайские производители еще и умудряются сделать и красиво, и тепло. Ну, просто видим всегда в фильмах, девушки нарядные идут и думаешь, господи, как это в 40-градусный мороз здесь, в Сибири, одеть. А хочется тоже быть модным. К слову говоря, о моде в нашем регионе, о которой будем говорить откровенно не самый богатый в материальном плане, значит ли, что одеваться модно – это всегда дорогая история? Или есть у нас производители, которые делают одежду, шьют одежду для среднего сегмента? Вы знаете, все можно компоновать, можно одежду сочетать. Не обязательно покупать дорого. Можно купить на среднем сегменте рынка, просто грамотно все это сочетать между собой. Поэтому одеваться красиво – это не значит одеваться дорого. Все-таки каждому по возможностям можно найти на нашем рынке. То есть люди всех, скажем, слоев населения могут, по сути, прийти к вам. Скажите, вот вы в этом году какую аудиторию ожидаете увидеть? Это, может быть, подростки или, наоборот, люди постарше? Мужчины или женщины? Ну, в основном, если сравнить с прошлым годом, это, конечно, женщины, которые интересуются модой, молодые, женщины в возрасте, которым интересно эта индустрия познакомиться с дизайнером. Потому что для, вот я даже по своим знакомым и подругам, да, я разговариваю, я ворюсь в этом, в модной индустрии, я знаю этих дизайнеров. Они не знают, они хотят познакомиться и действительно понять, а у нас вот есть такие дизайнеры, вот такие магазины. То есть им это нужно, вот. И у нас, конечно, есть тоже вот дети, детская мода, поэтому мы ожидаем семьи, которым будет интересно прийти, посмотреть на деток, как-то провести выходные вместе с семьей, вот. Мужчин, конечно, у нас меньше, вот, но мы тоже будем рады. Мы будем ждать всех, на самом деле, потому что плюс еще и вход на некоторые мероприятия, на все дневные мероприятия, в том числе на маркет, будет свободный. Поэтому мы ждем всех и каждого, кто хочет погрузиться в эту атмосферу, кто хочет познакомиться, посмотреть, как это все проходит на хорошем, дорогом уровне. Как бы всех ждем. А по какому адресу куда идти? Это адрес Гранд-Арена, Павловский тракт, 180. Нужно подняться на второй этаж, там будут указатели. Вы участвовали в разных показах, сами в Париже были, в Китае, вы называли Индию, да? Что отличает нашего алтайского зрителя от зарубежных? Ну, наш зритель не избалован такими показами и такими мероприятиями. Все-таки мы участвовали, когда за границей, это были крупные города, и люди уже готовы к таким масштабным мероприятиям. Они прямо готовятся со стилистами, там вот эти вот... Они его ждут. Да. Они его ждут. Наши еще пока немножко не понимают, что это нужно, что за это... На это нужно ходить, на это нужно тратить время и даже деньги, там, на входные билеты, если это, например, вечернее мероприятие. Наши еще просто не готовы, они не понимают. Но мы стараемся изо всех сил вот уже второй год донести, что это классно, здорово, и что в Алтайском крае тоже можно проводить такие вот массовые, отличные мероприятия. Говоря о том, что вы проводите это мероприятие уже второй год, можно ли сделать вывод на основе прошлого года? Вот какие выводы, к чему пришли? К тому, что нужно делать мероприятие не один день, а несколько дней, что нужно делать больше в разных форматах, и маркет, и детскую моду показывать, и конкурс дизайнеров, и мы будем еще дальше развивать, может быть, мы какую-то образовательную часть добавим, вот, поэтому задумок много, вот, потихоньку их реализуем. В этом году что можно будет увидеть, какие тренды можно будет увидеть на подиуме? Это будут, конечно, кожаные изделия, также будут весенние коллекции яркие, цветные, потому что весна, хочется красок добавить, да, также будут вечерние платья, аксессуаров будет много, вот, поэтому выбор большой. Вы, как люди, имеющие непосредственное отношение к моде, к стилю, можете сказать, какие сейчас есть антитренды? Вот есть тренды, которые будут у нас на подиуме, от чего уже мода уходит? Мне кажется, мода вот именно на подиуме, да, ну и в повседневной жизни, мы больше уходим от оверсайза, да, то есть он, конечно, остается, но хочется все-таки возвращаться к женственности, чтобы все-таки в образе были какие-то облегающие вещи, и также, может быть, присутствовать оверсайз, но чтобы это было более женственно. Вы сейчас разделили моду, прошу прощения, подиум и жизнь. Это действительно две разные истории? Стоит ли ориентироваться на подиум, когда выходишь в свет? Я считаю, что стоит. С подиума можно взять образы, можно взять аксессуары. Конечно, есть кутюр, который ты не оденешь в повседневной жизни, но какие-то элементы с подиума можно, конечно, использовать. Ну и смотря куда. То есть если ты пошел в магазин, либо на учебу, понятно, что это свой стиль. А если это какая-то вечеринка, опять-таки, если Алтай Fashion Week, то можно прийти полностью в образе с подиума, и это будет актуально, и это будет в тему. А можно сказать, что наши барнаульские люди, жители в некотором плане поскромнее в выборе одежды? Я не имею в виду в финансовом плане, я имею в виду в предпочтениях. Вот если зима, то это темные пуховики, темно-синие пуховики. Да, наверное, у нас еще все-таки стесняются, пытаются более практичные вещи брать, например. Выйти за рамки, прийти к нам на мероприятие, посмотреть, что есть другие вещи, посмотреть, как другие одеваются, потому что у нас много будет стилистов, которые хотят показать себя и выгулить свои образы. И, конечно, мы стремимся, чтобы вообще на Fashion Week тоже люди собирались, одевались, подключали, может быть, стилистов, чтобы эти образы ты мог потом показать даже в журналах или в соцсетях. Маргарита, Виктория, спасибо за беседу. А я напоминаю, всех желающих стать немного ближе к миру моды ждут на Altai Fashion Week с 7 по 9 апреля.